Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Всем привет! Начинается программа «Синема». Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Добрый день! Всем привет! Ну, у нас очень много планов. Планов, как всегда, громадьё. Мы в прошлый раз не успели поговорить на тему актёры, которые покинули кинематографа. Мы об этом даже и как-то не знали, не заметили. Вот пробежимся по этому списку. О тех артистах, актёры, актрисы, которые заявили о том, что заканчивают свою кинокарьеру или, во всяком случае, ставят её на паузу. Да, ну, это глобальная тема. С неё мы закончим. А начнём, как обычно, с того, что идёт в кинотеатрах, что новое. Тем более, что у нас, я посмотрел, продолжается такое межсезонье между... межблокбастерами. То есть парочка блокбастеров вышла. Следующий на очереди, на следующей неделе должен выйти вот такой, видимо, будет боевик, экшен, очень активный с Брэдом Питтом. Фильмы между ними решили не ставить ничего такого более... ну, что могло бы перебить их успех. Поэтому выходят фильмы, ну, не то что... не сказать, что плохие, но просто не заточены, ну, не предусмотрено, что прямо народ на них побежит. Тем не менее, вот я посмотрел, что как минимум две премьеры есть. Это мультфильм для детей, что неплохо, потому что на фильме Брэд Питта про наёмных убийц они вряд ли пойдут, родители их вряд ли пустят. Вот. И фантастический фильм, который, в принципе, я посмотрел, что он не относится к категории А, так скажем, блокбастерам, но при этом имеют очень хорошие отзывы, положительные. Поэтому поклонникам жанра вполне можно на него обратить внимание. А что это за фильм? Как он называется? Клон называется. Клон. Такая мрачная, ну, антиутопическая фантастика про будущее, где люди перед тем, как умереть, оставляют после себя клонов, так скажем, на земле. Я уже не знаю, какова, не видел фильм, поэтому не знаю, какова цель этого процесса, но вот, значит, человек продолжает жить в виде клона. И вот главная героиня, узнав, что она смертельно больна, тоже делает себе клона, но потом вдруг оказывается, что она не настолько смертельно больна, и вот остается существовать она, ее клон, и она вынуждена бороться со своим клоном за существование. Причем, я так понимаю, что бороться в прямом смысле. Ну, и вокруг этого накручена какая-то очень такая социальная повестка нашего существования, поэтому люди говорят, что фильм выглядит, как одна из серий такой популярного сериала «Черное зеркало», если ты знаешь. Да. Да, где такое тоже вот технологии, которые, высокие технологии, которые разрушают, помогают жизни, но разрушают, наверное, психику человека. Вот примерно, ну, в таком ключе фильм, если есть поклонники «Черного зеркала», я уверен, что их много, то вот можно обратить внимание на это кино и пойти в кинотеатр. Ну, и мультфильм «Суперпитомцы» про животных, принадлежащих, я так понимаю, супергероям, и когда супергероями что-то случилось, животные объединяются, чтобы их спасти. Ну, продолжая, причем, я так понимаю, что это комикс по героям DC, то есть там «Супермен», «Бэтмен». В кои-то веки «Бэтмена» озвучивал Киану Ривз, то есть вот Киану Ривз присоединился к группе людей, имеющих отношение к исполнению роли «Бэтмена». Ну, опять же, продолжая тему, что сейчас супергерои популярны, сами супергерои, их дети, их дедушки, бабушки, вот теперь еще и до животных добралось тоже, животные супергероев, они тоже оказываются супергероями, суперживотными. Вот, я думаю, что дети должны быть в восторге, родители, может, не очень, но придется терпеть. Ну, вот я заглянул в американский бокс-офис, там, что происходит, какие фильмы выходят на экраны, потому что у нас очень, ну, достаточно близко премьеры с американскими, и главной новинкой вот минувшей недели в Соединенных Штатах стал хоррор Джордана Пилла «Нет». У нас он тоже запланирован, поэтому ждем его. Отзывы очень показаны. У нас он через две недели только. И вот напомню, что это продолжение, вот уже третья картина режиссера Джордана Пилла, который снял фильм «Прочь», который получил там даже, по-моему, премию «Оскар», и достаточно хорошо был принят зрителями, совершенно малобюджетное кино, но оно прогремело. Затем был второй фильм «Мы», у него очень короткие такие названия всегда. Уже смеялись по этому поводу и предлагали ему следующее название, типа там «Ага», «Упсы» и прочее, то есть вариантов для названий много. Я, честно говоря, вот не видел ни картины, ни ролика, но читал просто отзывы о том, что из рекламных роликов абсолютно ничего не было понятно. Какая-то темнокожая... Да, это его фишка уже, собственно говоря, ну, поскольку третий фильм, значит, второй фильм – это его фишка, то есть он строит интригу вокруг фильма, как в свое время Шьемаланом, я так понимаю. То есть до того, как посмотреть фильм, ничего не понятно. То есть это еще было со времен фильма «Мы», где тоже трейлер давал очень непонятное представление о том, что будет происходить. И можно только догадаться, что это визит инопланетян, и желание вот одной семьи заснять инопланетян приводит к тому, что не работает техника, и, ну, что-то, в общем, происходит, какой-то контакт или что-то такое пугающее. И еще один релиз, который тоже у нас запланирован, это детективный триллер «Там, где раки поют». Жанрово – это очень похоже на «Девушку в поезде», потому что это тоже детектив. Это экранизация успешного достаточно детектива. Сейчас скажу, писательница Делли Оуэнс, она выходила, по-моему, и на русском языке, эта книга, и рассказывает она о том, как в маленьком городке, который затерян в глуши Северной Каролины, значит, существует легенда о болотной девочке, вот девушке по имени Киа, которая живет с юных лет отшельницей где-то, значит, на болоте. Она подружилась с двумя местными юношами, и одного из них находит мертвым. И вот сразу же она оказывается под подозрением, ну и я понимаю, что это такая завязка этого детектива. Вот, касса кинопроекта, этого проекта – 38 миллионов долларов. Ну, в принципе, многие сравнивают как раз с «Девушкой в поезде», говорят, что похожая. Ну, хорошо, давненько не было этого жанра, какого-то психологического триллера, такого детективного. В принципе, наверное, соскучились. Я, допустим, с удовольствием бы посмотрел, потому что, действительно, со времен «Девушки в поезде», ну, может быть, еще достать ножи такой вот именно детективный, как-то очень редкий нынче жанр. Все больше сейчас экшен и прочее, прочее. А вот что-то такое не очень активное, но с загадочным и детективным сюжетом, оно встречается не так часто. Ну и вот если проанализировать еще данные бокс-офиса, как-то не очень хорошо приняла публика Тор «Любовь и гром». Он обвалился на 68%, хотя, ну, собрал 276 миллионов, но, тем не менее, в общем, ожидали, возможно, и большую сумму. Ну и самым популярным анимационным фильмом остается «Миньон и грявитация». Он тоже очень хорошо пользуется большим успехом. Ну и по-прежнему смотрят «Топган Маверик». Это какая-то загадка просто вот с этим фильмом. Он продолжает собирать... Да, в связи с этим можно только порадоваться. И в связи с этим вот как раз одна из новостей, связанная с тем, что появилась информация, что Том Круз, если вдруг вы ночью не спали и думали, сколько же денег получил Том Круз за этот фильм? Так вот, инсайдеры сообщают, что Том Круз получил, возможно, получит больше 100 миллионов долларов за участие в «Топгане». Почему такая гигантская сумма? Потому что Том Круз в очередной раз стал рекордсменом. Он, значит... Ну, то есть это вообще рекорд. За один фильм актер, получающий 100 миллионов, такого еще не было. Вот. И как эта сумма получилась? Такое гигантское дело в том, что Том Круз заключил эксклюзивный договор, согласно которому он получает процент даже не от... То есть если есть три, так скажем, обычно актеры получают фиксированный гонорар, чаще всего, да? Ну, даже если он гигантский, то это 20-25 миллионов нынче вот прямо топ-актеры получают такие гонорары. Ступенью выше стоят те, кто получают проценты от прибыли. Ну, это, значит, студия уверена в гигантских каких-то сборах и в том, что актер очень важен для этого фильма, и она соглашается на это. Но это означает, что фильм должен окупиться в прокате, и после этого, вот с тех денег, которые превышают его затраты, он начинает давать уже актеру этот процент. Том Круз же пошел еще дальше. Он получает процент от заработка. То есть даже если бы этот топ-ган не заработал ничего, с тех денег, не получил никакой прибыли, вернее, с тех денег, которые он заработал, Том Круз все равно бы получил проценты. То есть понятно, что при таком раскладе, значит, Том Круз оказывался выигрышем в любом случае, но тут ему еще и подфартило, что фильм, в принципе, пошел в народ. Ну и представитель студии сказал, что это эксклюзив, потому что Том Круз действительно тот человек, который мало того, что снимется хорошо, и сыграет, и все сделает для роли, он еще и потом раскрутит этот фильм так, как никто другой. Ну, то, о чем ты говорил. То есть Том Круз разъезжает по всему миру с этим фильмом, представляет его и прочее. То есть делает просто двойную работу и за себя, и за актеров, и за маркетологов. Ну, поэтому и на хлеб с икрой заработал более чем. И надо заметить, что это очень зрелищный фильм, который действительно стоит посмотреть на экране кинотеатра, именно на большом экране, потому что вот сейчас я посмотрел «Серого человека», вот картину Нетфликса, которая тоже с бюджетом 200 миллионов долларов, она сейчас в топе просмотров, первой пятерки вообще за всю историю Нетфликса. Но, честно говоря, вот странно, то есть когда, я пытаюсь все время понять, вот фильм, который сделан абсолютно в жанре Джейсона Борна или Бонда, потому что, ну, здесь есть опять-таки положительный герой, бывший агент ЦРУ, который начинает подозревать, что его использовали для неправильных целей, выходит из-под контроля, ликвидировать его поручают негодяю, которого, кстати, здесь шикарно сыграл вот Крис Эванс, но такого гадкого, трудно поверить, что этот же человек играл Капитана Америку с таким выражением благородным лица. И в фильме, где огромнейшее количество драк, погонь, взрывов, то есть взрыв на взрыве и взрывом погоняет, и тем не менее вот в нем отсутствует какая-то душа, в нем отсутствует... Вот я все время пытаюсь понять, что в нем не так, почему вот я смотрю его и мне скучно. Жуткий, совершенно... Я так понимаю, что не ты один, потому что я читал отзывы, и примерно вот то, что ты говорил, что экшен, как всегда, на высоте, потому что режиссеры — это братья Руссо, которые сняли «Мстители» и прочее, прочее, то есть им выдали вот этот гигантский бюджет, и они сняли все, в принципе, вот по этой самой методичке, так скажем. Вот там сейчас должно быть бум, там сейчас машина красиво взорвется, в разных странах, то есть натуральные съемки в разных локациях, красивых и прочее, а вместе склеивается и получается, ну, неинтересно. Десять бумов посмотрела, одиннадцатый уже не хочется, уже неинтересно. Ну, так бывает, как бы вот, возможно, какой-то истории, какой-то склейки между этими бумами не хватает души в этих склейках. Причем, понимаешь, использована Анна де Армаз, которая вот была девушкой Бонда в предыдущем «Крайнем Бонде». Там Билли Боб Торнтон, который, ну, сам по себе, ну, потрясающий совершенно актер, который может сыграть что угодно. Сам Райан Гослинг, он тоже, ну, актер очень талантливый и яркий, интересный. И здесь вот как будто бы абсолютно, вот он становится каким-то вот, как он сыграл Кена, сейчас вот в «Барби и Кен». Вот он как будто бы это пластиковая кукла, которая просто дерется, и абсолютно в нем нету никакой харизмы. Вот отличие от «Бондианы», скажем, и от фильмов Джона Ву, где тоже стреляют и взрывают, что там есть какие-то очень свежие образы, что-то новое, там что-то, какие-то картинки, которые, ну, вот так, такого бы мы не видели. А здесь вот я тоже читал, кстати, критические, вот когда замечания, пытался понять, вот нащупать, что же меня смущает. Многие говорят, что все это снимали так, как будто бы действительно можно было снять просто в декорациях. То есть не нужно было наворачивать вот эти 200 миллионов, а их вот ты не чувствуешь. Ну, то есть ощущение такое, что это просто графика, которую налепили, и нету ощущения, что это жизнь, вот эта вот живая ткань, которую обычно вот мы, когда понимаем, что это очень живое кино, мы начинаем эмоциональную вовлеченность, мы начинаем сопереживать. А здесь абсолютно как бы, ну, понятно, что главный герой там доживет до конца. Ну, вот какой-то вот нету за него страха, нету какого-то прямо вот переживания, что ты в ужасе, что с ним происходит. Ну, вот многие говорят о том, что как раз-таки это то, что нужно стримингу, с другой стороны. Вот стримингу не... Нужна серость, нужна вот такая вот... Это именно то, что вот, очевидно, и хотели. Он же. Потому что это маленький... Потому что это маленький экран, и это вот то, то, что вот... Ну, как говорил Богдан Титамир, people have it, и это как раз тот средний вот уровень, который должен быть для стриминговой платформы. Там не нужен... Там нужен ремесленник, а не творец. Более того, я так понимаю, что Netflix уже в восторге от результатов, то есть мы тут можем... Бисходить слюной, да. Они тоже критикуют, а Netflix в восторге и уже говорят о том, что хотят снять и сиквел, и сиквел, то есть продолжение, и ответвление. То есть они надсцелены на то, чтобы сделать из этого серого человека ни много ни мало вот свой аналог Джеймса Бонда. То есть вот франшизу, франшизу, да. То есть, значит, их все устраивает, что ж... Ну, а то, что нету как-то вот все это... Это все называется магия. Вот магии нету. Есть спецэффекты, есть суперактеры, есть как бы взрывы и прочее, а магии нету. Ну, бывает, что ж поделаешь. Возможно, в принципе, посидеть перед телевизором можно и без магии, наверное. Ну, вот я и говорю, что в кинотеатре этот трюк не проходит. В кинотеатре люди приходят вот для того, чтобы получить эту магию. А очевидно, у телевизора вот эта вот та разница между кинотеатром и домашним просмотром, что у телевизора... прерваться, пойти покушать, еще что-то и прочее-прочее. И, в принципе, покатит нормально. А, и досмотрим завтра, да, там, например, вот какой-нибудь другой, ну, вот фильм, ты не можешь оторваться, ты будешь его смотреть до конца. Здесь... А, ну, да, наверное, слишком поздно. Завтра досмотрим вот с этого же места, и все. Вот, и еще я посмотрел «Аббатство Даунтон». Ну, собственно, я не принадлежу, может быть, к поклонникам этого сериала, но это уже вот... Это именно не сериал, а второй полнометражный фильм. Но достаточно красиво снятый, абсолютно, если вы любите красивую жизнь, вот заглянуть одним глазком в жизнь аристократов. Мэгги Смит прекрасно там сыграла. Ну, то есть все знакомые, в общем-то, лица, актеры, даже если вы не смотрели сериал, вам будет все понятно, поскольку там все так, ну, достаточно разжевывается. Есть две основные сюжетные линии, которые развиваются параллельно. То есть, поскольку в сериале больше пространства и легко можно тянуть вот какие-то, ну, там, большое количество персонажей, здесь они поступили очень умно. Они взяли две сюжетные линии, разделили всех персонажей. Одни уехали во Францию, другие остались дома. И вот эти две сюжетные линии показываются параллельно. Из сюрпризов там просто играет французскую маркизу, которая появляется, вот этот новый персонаж, тоже там изюминка, Наталья Бай, легендарная актриса, которая снималась, я еще помню, «Берег левый, берег правый» с Жераром Депардье был, триллер 70-х годов в советском прокате, шел кинопрокате. Я тогда запал, можно сказать, на эту актрису. Наталья Бай невероятно талантливая, красивая. И здесь она уже играет такую суровую, строгую тоже маркизу. Прекрасно справилась, чувствуется в ней эта осанка, спинка, аристократизм. Прекрасная маркиза. Так что, я думаю, что для тех, кто вот не... Это не гениальное кино, опять-таки, там особенной магии нету, но в нем есть добрый юмор, есть такие комфортные персонажи, вот как разношенные тапочки. То есть, в нем комфортно провести, с этим фильмом комфортно провести вечер. Так что, это... Что в наше время не так и мало, собственно говоря. Ну и что еще? У меня тут есть несколько новостей. Во-первых, объявили, анонсировали список фильмов Венецианского кинофестиваля. Ну, там, наверное, можно его прогуглить, посмотреть, но пройдет он с 31 августа по 10 сентября. Фильмом «Открытие» станет новая лента Ноа Баумбаха «Белый шум» с тем же самым Адамом Драйвером. Был же этот, господи, как он назывался, про неудачный брак тоже с Адамом Драйвером. Ну, то есть, это тот же самый режиссер, тот же самый Адам Драйвер. То есть, в принципе, у них новая картина. Будут фильмы Алехандро Гонсалеса и Ньяриту, Дарина Аронофски, возглавит жюри Джулиана Мур, а также будет Кадзуо Исигуров в жюри, знаменитый писатель, который на исходе дня он написал романы, по которым очень много фильмов было поставлено. Вот. И еще одна новость о том, что, к сожалению, фильм долгожданный Мартина Скорцезе «Убийцы цветочной луны» из Леонардо Ди Каприо, очередная его уже встреча, какая по счету, его перенесли на 2023 год. И многие планировали, что его в этом «Оскаровском сезоне» покажут, поскольку это такой, ну, претендент реальный на «Оскара». Однако Эппл говорит о том, что, к сожалению, затянул с монтажом. Вот известно, что Мартин Скорцезе очень такой придирчивый, тщательный. Картину уже давно сняли, но он все ее монтирует, складывает, склеивает, и говорят, что, ну, не успеют. То есть, они не хотят торопиться, а между тем просто они пытались закрыть дырку, потому что драма о рабстве и эмансипации с участием Уэлла Смита тоже казалась «Оскаровским кандидатом», но после этой пощечины в этом году этот фильм решили чуть-чуть тоже отложить, но чтобы забылся этот, как можно, ну, меньше говорили об этом скандале, и таким образом они надеются бояться, что картину проигнорирует «Оскаровский комитет», поскольку на самом «Оскаре» так опозорился и оскандалился Уэлл Смит. Вот, и из-за этого картина «Убийца цветочной луны», скорее всего, ее будут предлагать Каннскому кинофестивалю в 2023 году, так что там очень большие ставки, ну, судя по всему, это должен быть такой очень полнометражный большой фильм. Ну, жаль, конечно, Леонардо Ди Каприо не хватает на экране, как вот многих, наверное, тех, о ком мы сейчас поговорим, кто пропал с экранов, а мы, кто-то заметил, кто-то не заметил про актеров, которые вдруг бросили сниматься, сообщили об этом, кто-то не сообщил об этом, и вот я просто хотел сказать, что тема эта, наверное, возникла не на пустом месте, просто недавно Кэмерон Диас, помните вы такую или нет? Маска, конечно. Да, и вот она объявила, что она возвращается в кино, а не было ее ни много, ни мало, сколько, получается, почти 10 лет, то есть последний фильм с ней вышел в 2014 году, после этого примерно к тому моменту вышла замуж достаточно поздно, так скажем, если можно сейчас так сказать, если никто не оскорбится на это, и решила посвятить себя семье, она примерно так и сказала, что вот у меня другой период, я больше не хочу сниматься, и ушла, и, честно, не снималась нигде, что, в принципе, встречается не так часто, на самом деле, потому что обычно актеры и говорят, что да, мы устали, мы, значит, устали ездить туда-сюда, устали продвигать картины, и вообще этот рабский труд, ужас-ужас, мы все их жалеем, конечно, и верим, когда они так говорят, но, тем не менее, они уверяют, что это очень тяжело, и поэтому хотят взять тайм-аут, но при этом они всегда оставляют дверцу приоткрытой, и так одной ножкой все-таки появляются в каких-то малобюджетных, чаще всего они озвучивают мультики, то есть, ну, на полставки, так скажем, все равно остаются, чтобы какую-то копеечку в семейный бюджет принести, вот, в то же время Камерин Диас честно ушла и не появлялась нигде, начиная с 2014 года, и вот сейчас она заявила, что она возвращается, ее уговорил коллега по последнему как раз фильму Джейми Фокс, он прислал ей какой-то новый сценарий, и, в общем, там позвонил и уговорил всячески, она сказала, окей, я подписываюсь, но пока этот фильм еще не вышел, пока он еще даже не снятый и прочее, так что выйдет он, наверное, ну, не раньше 24-го года, соответственно, вот как раз к десятилетию ее отсутствия, наверное, он и выйдет. Я хочу сказать, что и Ди Каприо ведь периодически начинает заводить разговоры о том, что он собирается взять паузу и вообще уйти из кино. Это сейчас повальное увлечение заявлять, что устал, я устал, я ухожу. Ну да, но вот Ди Каприо все грозит, что скоро, 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 господи, и Тарантино все говорит, все, сниму десятый фильм и только меня поминай, как звали, больше снимать больше не буду. Сейчас эту шарманку завела Сандра Балак, она тоже сказала, все, я устал, я ухожу, в общем, возраст и прочее, ну, мы все надеемся, что это все так, шуточки, и опять же, приоткрытая дверь останется. Ну, хотя вот для Сандры, в принципе, это, мне кажется, очень правильный шаг, потому что дело в том, что она каким-то магическим образом, она все время остается такой вот молодой, и она играет все время молодых женщин, хотя ей уже далеко за 50 лет. И я думаю, что вот эта пауза может быть как раз-таки, ну, если она уйдет из кино на 3-4 года, ей позволит снова вернуться уже в более возвратных ролях, то есть, ну, мы как бы заметим ее снова, но уже в другом качестве, и у нас не будет такого резкого, ну, как, вот она только что была молодой девочкой, а сейчас уже она вроде бы уже играет, но женщин действительно возраст. не много, не мало, ей уже почти по 60, и понятно, что если она возьмет паузу, то вернется она в роли, ну, практически бабушки, то есть, вот такой шок нас, такой шок нас может ждать в будущем. Но я подозреваю, что, возможно, это как раз вот, ну, и такой вот плавный переход, потому что были же истории, ну, были истории, когда актрисы уходили молодыми, просто потому, что они не хотели стареть на киноэкране, это знаменитая, ну, все-таки Грета Гарбо, например, это одна из первых, ну, таких вот больших, громких уходов, которые она, правда, выдержала, она не вернулась ни за какие коврижки, она сыграла, по-моему, в сороковом году фильм «Ниночка» вышел, который сейчас считается классикой, но тогда он как-то не очень удачно пошел, и она решила, что надо уходить, пока, ну, вот вдруг не начали говорить, о, стареет, там, вышла в тираж, там, и это тоже, в принципе, справедливо, потому что, когда актер пытается продолжать играть красавчиков, а он уже начинается, там, пластика, там, что-то еще, он становится посмешищем, и, наверное, вот это очень важно, ну, имеет достоинство, и... можно сказать, что вот одна из причин, почему уходят актеры, я вот сидел так вот примерно, каталогизировал, на категории, на категории, и одна из причин, это возраст, и вот к тем, кто ушел по возрасту, можно, например, отнести Шона Коннери, то есть, его последний фильм вышел в 2003 году, «Лига выдающихся джентльменов», жутко его разругали, это тоже была, кстати, экранизация комиксов, и прочее, и сам Шон Коннери был очень недоволен, и, возможно, это тоже сыграло свою роль, он разочаровался, и он ушел, уехал на свои острова жить, и вот умер он два года назад, то есть 17 лет он вообще не снимался, появлялся только где-то, его фотографировали, он с женой приезжал на какие-то мероприятия спортивные, там еще что-то, ну, то есть, больше он в шоу-бизнесе никаким образом не фигурировал, то есть, абсолютно отдалился от всей звездной тусовки, разочаровавшись, может, не разочаровавшись, не знаю, может, устав от этого всего, вот, сейчас, примерно по такой же дороге идет Джек Николсон, которого мы не видим уже на экране, уже, боже мой, 12 лет практически, Да, по-моему, в 2010 году была последняя его роль, 84 ему уже года, и, честно говоря, понятно, что вряд ли он вернется на экраны. Тем более, говорят, что у него какая-то, ну, со здоровьем не очень хорошо, и, соответственно, вот, может быть, это сыграло бы прогрессирующие какие-то, какая-то болезни и прочее, но, благодаря тому, что мы можем пересматривать старые фильмы, нам, мы как-то и не чувствуем, что вот, я, допустим, иногда смотрю фильмы, где он принимал участие, и кажется, что вот, вот он на экране, он как бы в обойме, а на самом деле, вот, 12 лет его на экране на самом деле нет. Когда это понимаешь, очень сильно удивляешься. И еще вот из таких ветеранов, это Джин Хэкман, который с 2004 года, он вообще не снимается, то есть, с Джином Хэкманом там произошла история, если я не ошибаюсь, его, значит, он снимался же в непрощенном, в королевских Тененбаумах, и сейчас ему более, по-моему, 91 год, и понятно, что уже все там, ну, стопроцентно, но он не снимается уже с 2004 года, и он объяснил, что он вдруг себя очень плохо почувствовал на пробах, и врач ему сказал, что у него проблемы со здоровьем, и он испугался и решил, что, ну, какого черта мне нужно рисковать здоровьем, что я умру просто на съемках, просто не выдержит, ну, физические какие-то нагрузки, бегать, прыгать, где-то там что-то, какая-то физическая активность, несколько дублей, в жаркую погоду, там, и много-много-много, всяких вот есть вещей, и он просто ушел, да, ушел из кино. Точно так же вот по болезни ушел Брюс Уиллис, опять-таки, это еще одна вот такая звезда, которую больше мы не увидим на экранах, вот, наверное. Ну, я все-таки не буду, никогда не говори никогда, я все-таки еще надеюсь, хотя, ну, да, очевидно, что, очевидно, что диагноз, наверное, не предполагает прямо такого активной актерской карьеры, но, возможно, что-то изменится, ну, да, тут, наверное, оптимизма маловато, но все-таки я буду надеяться, так скажем. Ну, ты знаешь, та же самая ситуация бывает и у достаточно более молодых актеров, например, актриса Сельма Блеер, которая играла в фильме «Жестокие игры», вот, она играла в «Хеллбои», «Блондинка в законе», ну, не главные роли, но, тем не менее, она очень такая интересная, яркая актриса, у нее обнаружился рассеянный склероз, и вот в 49 лет она оставила кинематограф, потому что поняла, что она не может просто запоминать тексты, ей очень сложно играть, и поскольку, ну, она не такая прямо звезда-звезда, чтобы под нее там что-то, все плясали вокруг нее, она просто решила, ну, вот, уйти, и она объяснила, сказала, что я не из тех, кого изводят амбиции. При этом, например, есть Майкл Джей Фокс, который, в принципе, давно ушел, конечно, из большого кинематографа, из-за Альцгеймера, да, но при этом он на слуху, периодически он появляется, то есть он, он может ушел из больших съемок таких, но он не ушел из самого шоу-бизнеса, то есть он продолжает что-то делать, он где-то озвучивает, где-то какие-то небольшие роли играет, то есть выбрал чуть-чуть другой путь. Ну, вот, возможно, это тоже вариант, когда ты не захлопываешь полностью эту дверь, и не говоришь, все, я, как бы, больше вы меня не увидите. Но вот почему, например, так и выразился Даниэль Дэй Льюис, который, вот, актер от бога, завоевал больше всех Оскаров, каждая его роль, это событие, и вот в какой-то момент он сказал, все, и я больше сниматься не могу. Это вот другая категория актеров, которые уходят из, я бы так выразился, из изменений приоритетов в жизни. То есть вот та же Камерон Диа в свое время сделала примерно то же. У нее изменились приоритеты, она ушла. Даниэль Дэй Льюис, конечно, да, это большой удар, наверное, для всех поклонников хорошего кино, потому что это, ну, ну, актер-то, в общем-то, не просто развлекательный и прочее, а серьезный, единственный трехкратный обладатель Оскара, соответственно, то есть один такой штучный, штучный актер, в общем, и он еще в 97-м, он сказал, все, меня, значит, перестало интересовать, перестало интересовать Голливуд, перестало интересовать игра в кино, я, как бы, мне это уже больше не интересно, и ушел, по-моему, на пять лет, потом его все-таки вытащили, уговорили, он чуть-чуть поснимался, в том числе в бандах Нью-Йорка, он снялся, тот же Скорсезе его уговорил, и вот в 17-м году он последний раз снялся в фильме, «Призрачная нить», кажется, или как-то так он назывался, вот, и после этого сказал, все, теперь точно ухожу и ушел, и вот, соответственно, пять лет его нет на экране. И поразительно, что творил вообще, он там же в этих бандах Нью-Йорк, если ты помнишь, у него там был у гипер персонажа стеклянный глаз, и вот трюк, которому он обучился, просто вот для этой роли, в глаз ему вставлялась, значит, этот стеклянный, ну, специальный, господи, ну, как линза, в глаз, и он научился преодолевать рефлекс, он мог стучать кончиком ножа по этой стеклянной линзе, не моргая при этом. Как это вообще вот возможно? То есть, ну, это вот преодолеть эти вот рефлексы, просто для того, чтобы, ну, вот, как бы продемонстрировать, что у него стеклянный глаз, хотя на самом деле... Чудеса актерского самоотречения, таланта. вот, и таких людей теряем, к сожалению. Да, ну, вот из актрисы я еще хотел упомянуть, Мэг Райан, которая была королевой романтических комедий в 90-е годы, там «Когда Гарри встретил Салли», там «Французский поцелуй», там еще была куча фильмов, в которых она периодически все время снималась, и там, господи, она с Томом Хэнксом сколько там играла, там «Вам письмо», «Не спящий в Сиэтле». И я понимаю, что это тоже и возраст, неудачно сделанная пластика в попытке вот как бы замедлить старение, вдруг ее лицо расплылось, и вот вместо этой такой трогательной, хрупкой, наивной вот женщины вдруг перед нами предстает какой-то монстр, ну, вот, действительно уже... Ну, ты уж слишком, конечно, но да. Ну, действительно, вот это ужасные были фотографии, ну, то есть видно было, ну, когда фотографии, которые делали папарацци, что у нее лицо, оно опухло, стало каким-то неестественным, и понятно, что, ну, очевидно, она сама приняла, понимая, что появление ее на экране вызовет шмал критики. Да, вряд ли романтические комедии, она теперь сможет сыграть какие-то любовные истории и прочее, зрители вряд ли так вот поверят и как минимум полюбят. Это, да. Вот, а я хотел вспомнить звезду моего детства, не голливудскую, а Наталья Гусева, если вы в курсе, кто это, это звезда сериала советского «Гости из будущего», которая вот, несмотря на то, что участие в этом самом сериале принесло ей просто какую-то неимоверную любовь на просторах всего Союза, чуть-чуть подр... ну, в отличие от многих, решила не связывать свою судьбу с актерством и сказала, да, это, конечно, отличный период в моей жизни, но у меня другие интересы и ушла учиться в биологический какой-то, в общем, результате она стала микробиологом или что-то вот, что-то такого плана, вот, то есть абсолютно в другую область и о чем совершенно не жалеет, то есть периодически ее приглашают на разные передачи, посвященные успеху вот детям в кино и прочее, и вот она говорит, что абсолютно не жалеет, то есть да, недавно она приняла озвучивала очередной раз эту Алису Серезневу в мультфильме, ну, или не ее, ну, кого-то там озвучивала, вот, но в кино она больше не снимается и, в принципе, не жалеет об этом. Я хочу сказать, что это, наверное, отдельная даже тема, вот, дети в кино, потому что очень многие дети, вот, проявив себя очень ярко в детском, подростковом возрасте, они не смогли стать, ну, такими же популярными актерами. Да, да, но это чуть-чуть другой случай, то есть ты говоришь о том, что вот они не смогли, а тут человек смог и, наверное, мог бы дальше что-то делать, но вот решила, что нет, это не ее, это чуть-чуть более редкий случай, когда дети, актеры не попадаются на этот крючок и решают, что, наверное, все-таки у меня другие. Упс, у нас оборвалась, к сожалению, да, программа «Синема» огромная. Всем спасибо, кто слушал, был с нами, Владимир Веселов и Олег Пека сегодня проводили эту программу и до встречи уже через неделю в следующую среду. Вы слушаете Радио Болтком.